Здравствуйте! Это программа Город Эсс и я Елена Чернявская. А сегодня в гостях программы Самарский художественный театр. Поговорим мы сегодня о постановке господина Брагим «История одной дружбы». Почему говорим об этом? Потому что лично меня этот спектакль очень впечатлил. Это занимательная история о дружбе еврейского мальчика и арабского бокалейщика в Париже. Приключения героев заставляют зрители посмеяться, погрустить, подумать над философскими темами, а также покажут подрастающему поколению век информационных технологий, что одна из главных человеческих ценностей – это живое общение. Я представляю гостей в студии Олег Белов, заслуженный артист Российской Федерации, народный артист Самарской области и Алла Набокова, основатель Самарского художественного театра, ведущая актриса. Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте. Ну что же, так получилось, что вчера была я у вас в гостях, а сегодня вы у меня. Вчера вы мне подарили ну такие яркие и позитивные, потрясающие эмоции, что я от всего сердца говорю вам огромное, огромное спасибо. Этот спектакль, на который действительно стоит сходить, как поколению подрастающему, так поколению и взрослому, и ни один зритель, а я вчера была свидетельницей этого, не вышел после спектакля «Равнодушный». И вы знаете, вот мне казалось, что это премьера, но вы мне буквально перед эфиром сообщили, что спектакль идет давно на сцене и довольно успешно. Так вот, наверное, первый вопрос, что для вас, и я адресую этот вопрос одновременно вам обоим, что для вас этот спектакль «Ибрагим». Олег. Ну, для меня вообще это отдельная история, очень длинные приходы вообще. Это когда пьеса настигает тебя. Вы знаете, вот сколько меня, я проработал 30 лет, меня спрашивали, что бы ты, Олег, хотел сыграть? Я всегда говорил, вы знаете, я не лукавлю, правда, я всегда рад тому, что дают. И вот это один из материалов, когда я вдруг заболел материалом, и я болел им так долго, были разные перипетии, я хотел его делать моно, потом инсульт, я понял, что это уже не состоится, и понял, что этого не смогу сделать. И вдруг я перечитал и понял, что я дорос уже до «Ибрагима». Может быть, стоит? Тогда я судорожно стал искать, с кем бы сделать. И вот тоже я говорю, Бог все равно есть. Вы понимаете, в нашей профессии всегда звезды. Как появилась Ольга Владимировна Рябова, которого случайно в каком-то жюри мы вместе были, она спросила, «Олег, а что вы сейчас репетируете?» Я говорю, «Ничего, Ольга Владимировна, ну как я? А вы бы хотели что-то?» Я говорю, «Да, вы знаете, меня вот один материал мучает, мне так нравится». Она говорит, «Ну давайте сделаем». Я говорю, «Ну это не пьеса, это инсценировку надо, а я не умею». Она говорит, «Ну давайте я попробую напишу». Она написала, показала, да, мне очень понравилось. И дальше мы судорожно стали искать, где бы это поставить. Мы пытались в драме это. Гвоздков сказал вроде, «Ага, давай, Олег, давайте делайте эскиз». И мы доходим до эскиза. Показывать ему, и он умирает. Представляете, все, и вот так, и все, и мы еще тыкались, мыкались. Никак, а уже все, я уже забеременела этой ролью. И вот, спасибо, появился художественный театр, который приглашает меня на чайку. И мы с Аллой встречаемся. И я говорю, «Слушайте, если мы с вами будем сотрудничать, у меня такой материал есть, уже практически готовый». Вот. И спасибо Али Генриховне, что... Ну и как, кстати, помните, да, вот как Олег обратился к вам с этой историей? Зарай не знали материал, либо ознакомились, как вообще это случилось и получилось? Нет, сначала Олег обратился с предложением. Потом, конечно, мы стали читать материал. Ну, это совершенно невообразимо прекрасный материал просто. Он душу не просто ранит, и в то же время он ее переворачивает вообще всю душу. Это просто потрясающая история. Спасибо большое Олегу, спасибо большое Ольге Владимировне Рябовой. И как хорошо, что мы взялись за эту историю, как хорошо, что мы ее сделали. И как замечательно у нас там раскрылся молодой артист Никита Попов. И вот вы же спросили, что для вас этот спектакль. У меня там роль небольшая, можно сказать, даже эпизодическая. Но она вносит ту остроту и тот драматизм. Это же мать, которая оставила своего ребенка в свое время совершенно маленьким. Что, мне кажется, без этой роли тоже невозможен спектакль. Но ведь роль на преодоление, Алла, лично для вас 100%, потому что, ну как это так? Как оставить своего ребенка? И вы это так прочувствовали через себя и рассказали зрителям, что вот лично Алла Набокова-то не согласна с героиней, но героиня и автор передает это зрителям так. Вот сложно было работать, хотя да, роль действительно небольшая. Ну, работать было интересно, скажем так, интересно. Мам я играю во многих спектаклях, и в нескольких спектаклях я мама именно Никиты. Вот, так что он меня зовет, сценическая мать. Сценическая мать у вас, да? Вот, ну, мам мне вот уже даже в кино приходилось играть. Ну и мамы все разные. Все у нас мамы, все абсолютно со своей историей. Но я хотела сказать, продолжая отвечать на ваш вопрос, что же для вас этот спектакль, для меня это возможность с блистательным Олегом Беловым, с любимым Олегом Беловым вместе работать на сцене. Да, действительно, зал, конечно, вчера аплодировал стояно, собственно, как и всегда на ваших спектаклях. Вам несли цветы, вам несли сувениры, подарки. Вам тоже. Это было так приятно видеть. И это действительно такая, пускай вот маленькая благодарность зрителей за ваш великий труд. Олег, не могу не спросить. Выглядите вы потрясающе. Потрясающе. Как вы себя чувствуете? Как проживаете вы? Ведь вы работаете еще над одним серьезным материалом. Вернее, играете «Чайка». Но остановимся пока еще на «Ибрагиме». Как вы себя ощущаете? Потому что ведь не случайно этот спектакль пришел в вашу жизнь. Не случайно. Я вам хочу сказать, вот эта тема наставника, учителя. Вот вчера на спектакле были две мои учительницы. Моя классная руководитель и моя учитель по-французскому. Это было высшее счастье, понимаете? Вот это как гимн им. И вообще я очень своих учителей, которые вот меня, и Олег Михайлович Северидов, который как бы являлся моим учителем по актерскому мастерству, и еще масса режиссеров, которыми я тоже считаю, я хотя не учился, но я учился, работая с ними. Вот. Поэтому мне так хотелось. А потом, вы знаете, почему этот материал, я вам хочу сказать. И вот я рад, что вот театр Исхата, они себя позиционируют как театр для всей семьи. И это совершенно правильно. И он сюда вливается, вы понимаете? Мне кажется. Вот сейчас людям очень нужно вот это. Они так устали, понимаете? От грязи, от всех неприятностей, от всего, что плохо, понимаете? Сейчас людям нужно дать как раз веру, надежду и вот это философское отношение к жизни, понимаете? И смотреть по-другому. Поэтому вот это тоже. Ну, в спектакле еще очень интересная режиссерская задумка. Алла, обещайте мне здесь и сейчас, что обязательно как-нибудь вы придете в эфир с режиссером. Конечно. Слава Богу, Ольга Владимировна здесь, она никуда. Много вопросов, вот я бы сейчас задала ей. Здорово, очень интересные вкрапления в спектакле. Вот вы как актеры, которым был предложен материал, пьеса, вы совсем соглашались в процессе работы? Либо где-то спорили, где-то, может быть, рассуждали, а может быть, где-то и подсказывали режиссеру какие-то свои находки, Олег? Нет, дело в том, что вообще создание спектакля, вот в хорошем смысле, это всегда коллективный творческий процесс. При том, что режиссер, естественно, является капитаном корабля, который ведет. Но это не значит, что никто ничего не предлагает. Нет, конечно же, мы предлагали какие-то вещи. Очень много спорили. Ну, вот по поводу финала мы очень много спорили. По поводу финала вот такой. Я не буду рассказывать, какой. Но вот Ольга Владимировна говорила, Олег Константинович, вот так. Я говорю, нет, Ольга Владимировна, ну это не наша, это не наша философия, мне кажется, мне кажется другую. Ну, вы имеете в виду расхождение, содержание пьесы или сход спектакля? Конечно, и да. Ну, то есть вы здесь все-таки отстояли свою точку зрения, получается? Ну, нет. Мы пошли, как написано, но все равно я играю, вот, как все-таки, что это вот. Интригу, интригу вешаете, Олег? Да, да, я специально его даю. Посетить, кстати, когда ближайший спектакль? Сегодня. Сегодня, а потом, когда Олег Константинович приедет в следующий раз. А вот здесь, кстати, тоже новость. Ну, давайте вот, да, завершим разговор по поводу сотрудничества режиссеров и актеров. Алла, у вас вы все-таки как основатель этого театра, имеете веское слово наверняка, да? Ну, у меня не было причин спорить с Ольгой Владимировной, но, конечно, актерские предложения мы вместе искали. Я старалась оправдать свою героиню и искала ей оправдание, потому что, ну, любого героя, когда играешь, его, прежде всего, нужно любить. Ну, разумеется. И тогда полюбит его зритель. Да, иначе тогда как же. Ну, вот. Ну, какие-то находочки, вот там многочисленные там фишки есть в спектакле. Были предложены актеры, может быть, лично вами? Никита у нас очень много предлагал. Вот вы знаете, вот прелесть вот этого, вот прелесть, когда вот мы сейчас не можем вспомнить, потому что это стало, вот вы знаете, когда оно становится, неважно, кто это предлагал, оно становится своим. И своим, да, вот это самое главное. Своим и целым, да. И целым, да. Ну, а теперь, для меня эта новость, вы знаете, ну, вот немножечко грустная. Хотя это тоже уже не новость. Оказывается, наш любимый самарский актер Олег Белов уехал жить с Геленджик. Жить и работать. Жить и работать. Поэтому действительно такой еще раз подарок самарскому зрителю прийти на спектакль «Ибрагим». Ну, расскажите, кто не знает, как так случилось-получилось. Ну, так случилось, что вот через много-много лет мы нашлись с моим художественным руководителем, вот, Геленджикского театра «Торикос», в котором я начинал. Сразу после окончания студии меня пригласили в Краснодарский краевой театр. Я проработал там всего один год, и меня тут же пригласили в Геленджик. И вот я начинал там, началась перестройка, союз развалился, все начало рушиться. Государство перестало поддерживать театры. И я понял, что я просто не выживу там. Надо было возвращаться ближе к родителям, все-таки сюда. И мы вернулись в город, и я пошел в драму, так как я в ней учился. И Петр Львович меня знал. Я помню, пришел к нему, я говорю, Петр Львович, возьмете меня. А прошло уже три или четыре года после студии. Хотя он меня оставлял в театре после студии актером. Я не остался. И он такой сидит на лавочке. Ну, я не знаю, какой ты сейчас стал. Надо показаться. Я говорю, конечно, Петр Львович. Я показался, и он вот взял... Да, человек был с чувством юмора, конечно. И я показался, он меня взял, и я вот 30 лет проработал. Ровно 30 лет. В 92-м году я пришел, в 22-м году я ушел. Так, ну и встретились вы со своим товарищем институтским, да? Или вы созвонились, как получилось? Не институтским, а моим художественным руководителем. Художественным руководителем, да, прошу прощения. И вот он говорит, слушай, Олег, сейчас опять театр тогда закрывался на несколько лет, на 10 лет. И он говорит, ты знаешь, сейчас поднимают культуру в Геленджике, в это вкладывают деньги. И вот меня опять уговорили открыть театр, я открыл, вот, и мне сейчас нужны, слушай, как ты? Я говорю, ты как? Да можно, тем более мне, вы знаете, мне все время говорили врачи, они говорят, тебе бы, Олег, климат поменять помягче. Потому что, говорит, мы тебе вот мне расслабляющие в левую сторону кололи два раза в год ботокс, потому что спастика сильная. И они говорят, ты понимаешь, мы тебе колем, у тебя расслабляется, а зима начинается, ты опять весь скукоживаешься, и все, тебе бы... Я говорю, да как я, куда я, к кому? И вдруг вот такое... Такое предложение, опять подарок судьбы, да? И это, вы знаете, я стал смотреть после инсульта, я стал смотреть на знаки. И я супруге, когда сказал, я говорю, Галь, слушай, предлагают вот так... Она говорит, Олег, это тебе сигнал! Вот, и мы вот приняли вот такое решение. Вы уехали жить, работать, то есть вы там живете теперь постоянно. Ну и расскажите... Алла, я прошу прощения, давайте мы немножечко сейчас вот прям буквально... Конечно, два слова. ...и внимание, один момент. Вот работаете с Олегом, у вас замечательная труппа и другие артисты. Вот потеряет театр с режем, с показом теперь немного реже вот даже такого спектакля, как «Ибрагим» и «Чайка»? Ну, дело в том, что на «Чайке», в «Чайке» у нас есть второй состав. Мы без Олега играем «Чайку». У нас там тоже очень хороший артист, это Игорь Нутаков. Мы им гордимся и нашим сотрудничеством с ним гордимся. Просто каждый артист, он равный, он индивидуальность, и спектакль совершенно другой. Поэтому я приглашаю сравнить спектакли с Олегом и с Игорем. Они прекрасные спектакли, и каждый по-своему... Это, кстати, в тенденции нашего театрального города. Всю жизнь ходили, вот я рос, всю жизнь ходили на разные составы, смотрели. Потому что зритель наш, наш зритель, это... Вот вы знаете, я много ездил, и я всегда об этом говорю. Такого зрителя. И вот вы спрашиваете, потеряет ли этот? Я вам точно скажу, что я точно потеряю. Потому что я сюда приезжаю, как меда напиться, понимаете? Вот этой зрительской любовью, которой нет ни в одном, ни в одном даже театральном деле. А мы, с другой стороны, очень дорожим. Очень дорожим не только сотрудничеством, но и дружбой. Да. Но дело в том, что когда играет, к примеру, второй состав, то и партнеры реагируют совершенно по-другому. И спектакль меняется, ну вот буквально на глазах, казалось бы, да? Вот другой артист, остальные все те же, первый состав. Но все равно, все равно спектакль другой. И отношение, атмосфера, энергетика. Дело в том, что театр, это вообще живое дело, понимаете? Поэтому, когда говорят кино, кино, никогда кино не заменит театр. Потому что то, что сегодня, даже когда одни и те же артисты играют, они никогда не играют. Вот вы были вчера, вот если вы придете сегодня, все то же самое, никто не будет ни прибавлять ни своих слов, ни это. Но вы увидите совершенно другую, потому что мы другие. Вы другие. Вы уже прожили день. И вы уже по-другому воспринимаете. Ну, кстати, вы хорошо сказали, не будут прибавлять слова другие. Но вот многие театры грешат. Я вот так вот хочу сказать от себя тиной. От себя тиной. Потому что вот это, да, это очень грустно, когда ты смотришь классику. А тебе со сцены говорят, с вами на языком прибавляют. Ну вот, желаю, чтобы вы и дальше следовали только по тексту. Олег, расскажите, как вы устроились в Геленджике? Вы уже сказали, играете там. Ну и как ощущения? Ну, как ощущения? Конечно, по театральности. Вот я почему и говорю. Я как медоприженый. По театральности, по приему, по этому. Хотя спектакль тоже хороший. Мама у меня, когда приехала, она говорит, Олег, прям как в Самаре. Я говорю, нет, мама, нет. Ведь это не только аплодисменты, понимаете? Мы же чувствуем, как зритель смотрит. И вот вы знаете, вот вчера, да, вот не было там каких-то посреди спектакля, посреди спектакля там взрывов аплодисментов или каких-то там смеха. Но мы чувствуем энергетику. Мы чувствуем, как слушают. И мы выходим за кулисы и говорим, слушайте, как они смотрят сегодня. А вы знаете, для меня лично было вчера очень большим удивлением. Я сидела в первых рядах, и когда в конце спектакля пошел текст на экране, да, и я слышала, вот представьте, какой зал достаточно большой. Докажи, какая была гробовая тишина в хорошем смысле этого слова. И задних рядов, те, кто не видел текст, ну элементарно зрение, ну не видно. Они шепотом тихонечко читали соседям, чтобы рядом сидящие люди, кто не видит, они это услышали. И делали это так аккуратно, чтобы не помешать и не прервать вот эту вот звенящую просто тишину и атмосферу спектакля. И вот вы слышали, нет, со сцены? Нет. Нет, да? Ну вот это чисто моя эмоция, потому что я, конечно, была и там, и здесь. Мне было просто очень интересно, как реагируют зрители. А я еще хотела бы отметить, чтобы в зале вчера было очень много школьников, стажа. Да, кстати, это тоже заметил. И как они с чувством смотрели. Они начали, я так напрягся, когда спектакль начался, они так хе-хеят, и вдруг с середины спектакля как их так придавило. Да, ну действительно, живое-живое общение зрителей с актерами спектаклями. Это вот за все нужно благодарить Бога. Вот мы все время вот ругаем. Смотрите, вот была пандемия. Когда мы так, нам так нравилось все вот. У нас все хорошо, компьютеры перед нами, можно спокойно общаться с любой страной, с любым этим. И Бог говорит, нравится вам, нате вам. И как мы поняли все, как нам не хватает вот этого живого общения. А театры вообще это поняли, ощутили. Хотя и показывали спектакли. А у них нету отдачи. Вот меня сегодня супруга спросила, она говорит, слушай, ты не устал? Я говорю, Галя, какой устал? Я наполняюсь после каждого спектакля как сосуд вот той отдачей и зрительской любовью. Да, это действительно видно. Ну, давайте, не хочет спектакль отпускать, потому что действительно очень сильные эмоции подарил он мне вчера лично. Ибрагим в Самарском художественном театре. Давайте скажем, когда будет следующий спектакль, но помимо вот ближайшей даты. Сегодня, а в следующий раз мы ждем Олега в апреле. Пока, да. Я приеду, я узнаю там расписание, уже звоню. Ну, в любом случае сайт, соцсеть, информативно. Да, 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 это естественно, конечно. Алла, какие ближайшие еще спектакли можно посмотреть в театре? Может быть, что-то новенькое? Кстати, вот сезон начался, премьера-то есть? Конечно, конечно. Конечно, ну. Во-первых, мы закрыли прошлый сезон премьерой. Это был «Водевиль». Впервые в нашем театре. Вообще в Самаре редко, я вот не слышала, что где-то... Жанр, да? Да, редкий жанр, такой именно «Водевиль». Поэтому я думаю, что мы к вам придем и расскажем отдельно о премьере, которую мы закрыли в прошлый сезон, и о премьере, которую мы открыли в этот сезон. Скажу только, что это классика, это «Мольер скупой». Ну, то есть уже есть какие-то отзывы о спектакле, как вообще идет зрители, что говорят. Олег, вы видели, участвуете? Нет, я не участвую, но я вам хочу сказать, даже до меня долетели, приходили мои друзья на «Водевиль», они мне звонят и говорят, «Олег, мы сходили в художественный театр». А у меня друг Юра Ломоносов, он такой, он очень такой критический, он говорит, «Да слушай, такая вроде простенькая история, а я понял, как это здорово!» И он, конечно, да. Да, ну а может быть новости трупа какие-то есть, Алла? Вообще, что нового в театре? Ну вот помимо ваших спектаклей, может быть, планируются гастроли в этом году? В этом году гастроли планируются только в пределах Самарской области. Мы в этом году очень хорошо ездили в город Долгопрудный Московской области, это тоже было в апреле месяце, у нас было участие в больших гастролях, в проекте «Большие гастроли». Беремся за проект новый с участием детей в спектакле, в том числе детей с ограниченными возможностями по здоровью. Вот, в общем, театр очень активно работает, и у нас очень большой прокат. Гигантскими шагами прибавляются зрители, поклонники театра. Да. Вот, ну то есть работа продолжается. Ну а вот все-таки большой сейчас репертуар в театре, и каким образом, кстати, выстраивается афиша, очень любопытно. Вы все спектакли выставляете, либо все-таки любимые зрителями спектакли? Вот по какому рангу, что ли, так, рейтингу, если можно так сказать, выстраиваются спектакли в афише ежемесячно? Ну, есть, мы знаем, те спектакли, которые наиболее продаваемые, соответственно, зритель на них больше идет. Это, конечно же, спектакли, которые веселее. Это комедии, прежде всего. Есть любимые спектакли у труппы, но труппы, я хочу сказать, любят вот все наши спектакли. Это абсолютно точно. То есть «Ромео и Джульетта» – да. «Скупой» – блестящая комедия – да. Есть у нас уникальный душевный спектакль «Здорового родня» – «Шукшин». Да. Да. С успехом прошел он, да, в том году, премьера. Да, это все премьеры Олега Анатольевича Скифко. Вот все последние премьеры. Олег Анатольевич у нас прям вот фонтанирует премьерами вместе с нами. Вот, и мы этим очень гордимся и рады. Ну, и, конечно, приглашайте самарских зрителей на ваши спектакли. Ну, что же, наше время подходит к концу. Я традиционно хочу, наверное, задать такой вопрос. Что бы еще хотелось сыграть Олегу Белову? Вот вы знаете, на удивление, на удивление, вот у меня, я когда получал высшее образование, это еще был жив Гвоздков, я приехал и сказал ему тогда, я говорю, Вячеслав Алексеевич, я, кажется, понял, что я хочу сыграть. Тогда еще не было Ибрагима, я получил вышку, и мы там проходили, и по иностранной литературе давали читать. Ну, и я восполнял свое, думаю, что я не успел, когда в первое образование у меня было училище, что я не успел прочитать. И я прочел Калу Брюйона, и приехал и сказал, вот если я доживу, Вячеслав Алексеевич, до 60-ти, до 70-ти, если вы мне будете делать юбилей, вот я бы хотел сыграть Калу Брюйона. Это из серии Ибрагима. Это потому что то же самое, это моя философия. Ну, я вам от всей души желаю, чтобы ваши мечты сбылось. Конечно, все состоится. Вы знаете, Вселенная, она очень быстро реагирует, когда ты по-настоящему чего-то хочешь, она начинает тебе помогать. Ну, кстати, бойся посылать знаки Вселенной, она их исполняет. Абсолютно верно, она очень быстро, да. Да, ну что вы хотели пожелать? Хотела пожелать всем здоровья и мирного неба над головой. Это да. Коротко и очень актуально. Спасибо вам огромное за участие в программе. Здоровья, удачи, успехов. Ну и, конечно, не уезжайте надолго из Самары, мы вас всегда-всегда ждем. Ой, да я сам с удовольствием приезжаю, и я люблю самарского зрителя, я говорю, я просто вот как мед пью. Вы понимаете? Спасибо огромное. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами, вы смотрели программу «Город Эз». Всего хорошего, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова